Пожалуйста, не умирай, или мне придется тоже. Помни о смерти, так же как товарищ Земфира. Я пиво пролила, как я могла сделать такую отвратительную вещь? Ну просто здравствуйте, ну просто как дела? Вы на самом пафосном канале об искусстве. Меня зовут Юлия Солдатова, и сегодня мы рисуем голландский натюрморт про смерть. 17 век в Нидерландах – это золотой век искусств, живописи, науки, торговли и всей остальной хуйни. Почему именно 17 век? Потому что Нидерланды становятся независимой республикой, освобожденной от влияния других европейских стран. Также активно развивается морская торговля, соединяющая Азию, Африку и Европу именно через Нидерланды. Поэтому там крутятся огромные бабки. Кроме этого, католицизм уходит на второй план. Ведь протестантизм – это веселее и интереснее для такого бюргера, как ты. В связи с этим спрос на религиозную живопись падает. И из-за этого художники обращаются к таким светским темам, как пейзаж, бытовые моменты и натюрморт. В натюрмортах европейские мещане хотят запечатлеть свое благосостояние. Этим занимаются малые голландцы. Их называют так не потому, что они были карликами или сделали слишком мало для искусства. А из-за достаточно маленького камерного размера картин, простых цветов и композиции. В Голландии 2000 художников. Конкуренция просто огромная. Поэтому каждый художник занимается своей узкой специализацией. Ювелирно вырисовывая все детали и доходя до совершенства в своей теме. Специализация распределяется по городам. В модном и культурном Амстердаме рисуют накрытые столы и десерты. В прибережных городах предпочтение отдается рыбным натюрмортам. А университетский город Лейден становится центром философских научных натюрмортов для любителей подумать, которые называются Ванитас. Не путать с Валдисом Пельшем, Витасом или Вантузом. Ванитас переводится с латыни как суета-сует и в принципе заставляет нас задуматься об истротечности и тленности жизни, отсылая нас к средневековому мементу море. Помни о том, что ты смертен. Этот жанр характеризуется большой смысловой нагрузкой, серо-коричневыми тонами и небрежно беспорядочной расстановкой предметов, заставляющих нас задуматься о суетности и бесполезности, бессмысленности нашей земной жизни. Художники оставляют кучу замаскированных и прямых отсылок к смерти. Например, на одной из самых ранних работ этого жанра написано прямым текстом Хумана Ванна «Человеческая суета тщетна». Чтобы нарисовать качественную работу, быстро пройдемся по символам того времени. Первое, о чем хотят сказать нам нидерландские мастера, это тщетность, суетность и быстрый конец человеческого существования. Об этом прямым текстом нам говорит череп, обычно расположенный по центру или с краю композиции. Часы показывают, насколько быстро идет время. Мыльный пузырь лопается так же внезапно и быстро, как умирает человек. Гаснущая свеча или огарок – это символы конца человеческой жизни и улетучивания души. Руины архитектурных сооружений, в которых кто-то когда-то жил, а потом вдруг перестал, говорят о том, что ты скоро тоже перестанешь жить. Следующая группа символов говорит нам об эстротичности и обреченности земных наслаждений. Игральные карты, кости, шахматы, трубка – это все остается на земле. Твой бег за легкими и доступными наслаждениями и удовольствиями обречен на провал. Это все в загробной жизни не важно. Следующая группа более метафорична. Зеркала, стеклянные шары – это то, что показывает нам иллюзию реальной жизни, которая уже давным-давно закончилась. Короны, доспехи, оружие – это символы мирского успеха, который ты никогда не заберешь с собой в могилу, потому что там это все не важно. А что важно? Возможно, то, что остается после человека. Наука и искусство. Об этом нам говорят лавровый венок, музыкальные инструменты, ноты, глобусы, открытые книги, перья и чернильницы. Но, с другой стороны, туда – это с собой ты также не унесешь. Символы настолько мощные и интересны в своей расшифровке, что художники, обычно рисующие цветочные натюрморты, начинают придавать смысл и своим цветам. Часто увядающие цветы – это символ старости. Розы – символ Венеры. Секс – тщеславие. Маг, из которого делают опиум для забвения, символизирует грех, уныние и ленности. Тюльпаны символизируют неразумные распоряжения талантами, которые дал тебе Бог, наш Господь Иисус Христос. Приступим к написанию нашего великого натюрморта. Для этого нам потребуется набросок, карандаш для наброска на холсте, холст, кисти из фикс-прайса, банка из-под кофе с водой, пивас, самые дешевые краски и палитра. Мы рисуем аллегорию семи смертных грехов. Набросок, пожалуйста. В центре композиции – череп. Мы рисуем в 21 веке, поэтому фотографичность и живописность нас совершенно не интересуют. Череп, как нам известно, символ бренности бытия и, собственно, того, где мы все окажемся. Бутылка. Символ пьянства и той же самой погони за земными наслаждениями, которые улетают, улетучиваются, бегут и просто вообще за ними невозможно ничего. Бессмысленные они просто. Посуда на голландских натюрмортах, обычно или разбитая, или пустая, символизирует, собственно, смерть и отсутствие души. А нам уже до свидания. В нашей картине бутылка – это символ пьянства и чревоугодия. Вот это вот все нам понятно. Кинжал. Ну, ебать он кривой. Оружие – это символ власти и могущества на земле, которое с собой за гробную жизнь ты никогда не унесешь. Это остается здесь. Очаровать. Голландцы любили изображать открытые книги или листы бумаги, на которых написаны глубокие латинские крылатые выражения со смыслом. Мы не будем отступать от этой традиции, но на листке бумаги нарисуем зеленую змею – символ зависти. Гниющие фрукты – это символ старости. Особенно греховные яблоки, персики, виноград, томаты и цитрусовые. Инжир, сливы и персики – это отдельный эротический контент в нашей картине. Как, блядь, выглядит инжир? Я не знаю. Инжир, как оказалось, это синее скукоженное яблоко, похожее на хинкаль. Юль, ты не услышала, инжир – это ягода такая, а не яблока. Тут у нас инжир. Потом нарисуем еще персик. Ну и, конечно же, вишня. Огромная-огромная вишня. Морские раковины, так же, как черепа – это остатки живого. Большие моллюски могут иметь сексуальный подтекст, а улитки говорят о ленности и унынии. Это наш следующий грех. Она присутствует где-то там на кинжале, потом вы это увидите. Ну и, конечно же, в качестве высокомерия, тщеславия и гордыни мы берем розу, которая традиционно относится к Венере. Но, в общем, это все не важно. Мы рисуем розу. Как там их, блядь, рисуют наук? Наша композиция почти готова. Все смертные грехи присутствуют. Оставим намек на спасение. Символ искусства, наук и всего остального, что и остается после нашей жизни. Лавровый венок сажаем на череп. Ну, лавровый венок – это то, в чем я, блядь, слаба. Очаровательно. Приступим к раскрашивать. Я просто сделаю какой-нибудь спидпейнт, наверное, потому что, блядь, похуй. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аллегория семисмертных грехов. На этой картине легко угадать руку нидерландского мастера эпохи барокко. По смертным грехам у нас тщеславие, чревоугодие, похоть, зависть, гнев, лень, блядь, я кошелек забыл. Алчность в центре композиции череп, украшенный лавровым венком, напоминающим нам о том, что наука и искусство вечны. Подписывайтесь на мой вечный канал об искусстве, ставьте лайк этому видео, пишите в комментариях, что ваша сестра, дочка и внучка рисует лучше, чем нидерландские мастера барокко. Жмите на колокольчик, подписывайтесь на мой инстаграм, и, в принципе, активно изучайте мою социальную жизнь. Помните, что вы умрете, а искусство останется. Всем хорошего вечера. Сразу видно руку мастера 17 века. Вот это, блядь, юмор.